Судом района имени Лозо поставлена точка в деле организаторов крупнейшей на Дальнем Востоке наркофабрики, организованной семейной парой на деньги неизвестного дельца. Приговор вынесен последней участнице этого бизнеса, 30-летней уроженке Якутии, которая с мужем и братом решилась на главную аферу своей жизни. Схваченные родственники были в селе Кия, где на территории бывшего фермерского хозяйства была собрана серьезная лаборатория. Оборудование стояло в бывшем засолочном цехе. Сырье хранилось в овощехранилище. За 10 дней работы семья успела приготовить колоссальное количество N-метилофедрона – 25 килограммов. Недостатка в сырье не было. Тут хранились три тонны. И ферма, и оборудование были приобретены на деньги, не установленного следствием покровителя. Это реактор на 100 литров. Судя по всему, китайского производства, оставленный нам закладкой в гараже при городе Хабаровска. На нем я изготавливал наркотические средства. Семья была идеальным прикрытием для бизнеса. У пары были дети. Супруги якобы перебрались жить в район Лозо из Якутии в поисках тихой и теплой жизни. На самом же деле в глубинке должен был заработать наркотический завод. К синтетике семья уже имела отношения в Сахе, и муж, и жена раскладывали по тайникам разовые дозы и вскоре сделали карьеру в запрещенном интернет-магазине. Его владелец предложил паре дело покруче, сулившее миллионы за короткий срок. От фигурантов расходов не требовалось, сбыт наркотиков заказчик брал на себя. После задержания все трое признали вину и заключили досудебные соглашения, выдав всех причастных к этому делу. Глава семьи и брат, нынешние подсудимые, уже отбывают сроки 7 и 5 лет. Женщину отправят в колонию на 6,5 лет, но не сразу. Ей предоставлена отсрочка, пока самому младшему ее ребенку не исполнится 14 лет. Ферма по решению суда конфискована в доход государства. С места происшествия Наталья Шиян и Андрей Алферов.